По 7 часов утра сотрудниками полиции при обследовании, прилегающем к проведению массовых мероприятий территории, был обнаружен черный пакет, в котором находилась граната РПД. Показанная граната направлена на экспертизу. Сейчас проверяются все камеры на грузине, для того чтобы узнать, кто именно оставил данное поступление. Впоследствии был остановлен мужчина, при поверхностном осмотре которого в сумке был обнаружен пистолет базовый, который по всем визуальным признакам переделан в прагматическом действии. Также изъяты патронов мужчины доставлены в жертвное возделение полиции. По данным материалам по обоим зарегистрировано в журнал денного учета, будут открыть соответствующие голубные производства и проведено расследование. А здесь как рейс указания полиции, как реагировать на Ниндочке? Накануне мы провели совещание совместно с общественными организациями, которые и здесь были, которые представляют гератумы политические партии в том числе. Была договоренность о том, что если это не провокация, если это пожилой человек, который идет с гергоспериндочкой, чтобы это не вызывало какие-либо ответные реакции со стороны общественных организаций. Однако мы видим, что есть некоторые конфликтные моменты, поэтому мы даже пытаемся разъяснить и тем, и тем, чтобы не допустить каких-то нарушений общественного порядка, чтобы ее гергоспериндочкой по возможности снимали. Между 13 и 15 домами по проспекту Карла Маркса и недалеко также был остановлен мужчина. А она лежала в пакете черного цвета. Ну, я имею в виду, в мусорной кеме. На улице, нет. Это было до начала мероприятия? Это было до начала, это было около 7 утра. А тот, у кого нашли пистолет, что? Идем с остальной. Ну, сейчас он дает показания в отделении полиции, пока эту информацию не могу сказать. Что там мужчина? Мужчина среднего возраста, достаточно спортивного телосложения, поэтому вызов подозрения, поскольку при виде сотрудников полиции... А пакет это жители позвонили или при помощи кинологов? Нет. Перед тем, как проводятся массовые мероприятия, сотрудники полиции обстрелят эту территорию, чтобы вот и предотвратить какие-либо нарушения. Они будут продолжать обследовать прилегающий район целый день сегодня? И сейчас здесь большое количество как в форме, так и в гражданской форме одежки. А вот мы видели такой интересный момент. Ребята, полиция просила показать плакаты людей, которые идут со свернутыми, и не пускала, если не показывают. Это их инициатива или есть такое? Я не могу сказать. Такую инструкцию я не знаю. В Днепропетровской области на охрану общественного порядка задействовано около 7 тысяч сотрудников полиции, национальной гвардии, сотрудников МЧС, а также общественных организаций. Поэтому беспрецедентные меры в охране общественного порядка. Также сотрудники заступили в 7 утра и будут дежурить до поздней ночи. А вот этот момент, когда правоохранители не пускали вторую половину пришедших по звуковой цветы, он как-то запланированно получился? Или это получалось для активистов? Нет, все это происходит для того, чтобы не допустить каких-либо столб на нарушение общественного порядка.